С вузов нужно спрашивать. Только в этом случае от учебных заведений можно ждать качественных изменений, уверены в Министерстве образования. Материально-техническая база, площадь помещений и, разумеется, уровень подготовки студентов. Все эти и другие критерии на контроле держат аккредитованные эксперты Российского образовательного надзора. К слову, этот орган несет ответственности за качество проведения ЕГЭ. Они же проводят экспертизу образовательных программ. Основная цель обучающего семинара – ознакомить экспертов Южного федерального округа с новыми тенденциями и серьезными изменениями в нормативных документах. Модель государственной аккредитации усовершенствована. Помимо оценки достоверности информации, предоставляемой вузами, специалистам Рособорнадзора необходимо делать акцент на усилении объективности и прозрачности процедуры госаккредитации. Очень серьезная тут и существенная составляющая этих требований – это условия реализации программы. Они сейчас относятся на данный момент к оценке содержания реализации программ. И нужно сказать, что Сочинский государственный университет, на базе которого проходит данный семинар, выдерживает прекрасно эти условия. И, в общем-то, семинар, который мы проводим, мы видим реально эти условия и понимаем, что у университета есть все шансы успешно проходить аккредитацию. Как отмечают сами эксперты, Сочинский университет занимает лидирующие позиции сразу в нескольких сферах. И именно поэтому площадкой для проведения семинара из десятков претендентов был выбран именно СГУ. Для нас, безусловно, важно знать, какие требования новые появятся для проведения процедуры аккредитации, потому что процедура аккредитации, она дает право выдачи дипломов государственного образца. Конечно, мы очень рады, что проведение такого семинара доверено Сочинскому государственному университету, потому что мы обмениваемся опытом, и фактически весь руководящий состав университета, заведующие кафедры, медиканов, имеют возможность послушать эти требования, а значит, более качественно подготовиться и более качественно готовить наших студентов. Сочинскому госуниверситету продлить аккредитацию необходимо через два года. Подготовка уже началась. Ведь как театр начинается с вешалки, так и работа образовательных учреждений начинается с процедуры лицензирования, уверены преподаватели. Галина Моисеева, Инга Габешия, Борис Осин, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.